И так, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас Битва Замков выходит очередное необычное видео, хотя какое необычное, по факту, любое видео по Битве Замков самое обычное и простое, друзья, от этого уже никуда не уйти, но, в принципе, я могу тебе сказать так, что, как бы, ты один из немногих, наверное, кто сюда взял и нажал, за это тебе, конечно, огромнейшая благодарочка, потому что это видео по-любому наберёт мало просмотров, как-то было время, я записывал какой-то роллинг и там падала постоянно Гарпия, я обмолвался о том, что, может быть, наплевать на всё и записать обзор про Гарпию, ну, просто повспоминать, что, зачем, почему, как это было, как это игралось, я уже не в первый раз записываю такие видосы, может быть, даже про Гарпию уже записывал я, я не знаю, друзья, но, тем не менее, если вам такой формат интересен, пожалуйста, поставьте лайк, пускай будет мало просмотров, но если будет хотя бы 500 лайков, я буду понимать, что, ну, кому-то это уж точно интересно, буду вам весьма благодарен, ну, а если вам пофиг и вы уже разочарованно хотите выключить это видео, лепите смело дизлайк. Вспомнил я в роллинге про Гарпию и вот я вам сейчас честно говорю, то, что я специально сейчас не смотрел, что с моей Гарпией, у меня аж горло заболело, кашлять захотелось, то есть я не знаю, какой у неё талант, я не знаю, что мы с ней будем делать, я вам просто расскажу, вспомню вообще, какой у меня талант на ней стоял, для чего она мне нужна была, по факту мало чего помню. Если бы я нормально подготовился к этому видео, я бы вам сказал, что Гарпия была выпущена в 2015 году в обновлении мартовском, ну, нет, я, если честно, вообще не шарю, ну, не то, чтобы не шарю, я не помню. Вот вместе с вами сейчас попытаюсь в своём алтаре найти Гарпию, если кто-то вдруг не понимает, не выкупает всю фишку данного видоса, я скажу вам так, ребята, на всякий случай, мало ли что, Гарпия это давно устаревший герой, который уже не актуален и прокачивать его не стоит. Но это вот отдельно, отдельно, я говорю, для новичков игры. Слушай, может быть, у неё какой-то скин появился, она изменила, скажем так, свою внешность, ну, то есть у меня открыты все разновидности героев. То есть, по идее, она у меня должна быть в алтаре, но по факту я даже уже не помню, как она вообще выглядит. Кстати, мимолетно я вам напомню о том, что когда королева Гарпии вышла, мы её начали ласково, а может быть, грубо называть курицей, то есть у неё основное имя появилось. А вот она, курица, и смотрите, стоит родной талант на ней, родной талант. Сейчас я вам, ребят, всё расскажу. Королева Гарпии, давай в коем-то веке зайдём, знаешь, куда? А, слушай, в биографию здесь не зайти, но это, ладно, тогда в биографию не будем заходить, значит, не судьба. Короче, смотрите, умение 12-е наносит 280% урона 4-м случайным противникам, уменьшает их атаку, скорость атаки и передвижение на 65% в течение 3-х секунд. А, обычно она как бы 3-м противникам наносила урон, но вот эти вот все, скажем так, умения, 10-е, 11-е, вот как вы видите, 12-е увеличили количество противников. И передвижение, так, скорость атаки, атаку уменьшает и передвижение на 65%. Ну, слушай, конечно, неплохо, но это такой, знаете, дебайфер, имеет встроенный талант реанимации 5-го уровня и быстрое восстановление энергии. Кулдаун 2 секунды. Она еще выходила в то время, когда встроенная реанимация 5-го уровня, когда быстрый набор энергии считалось чем-то невероятным. Это было вау, круто. Я не знаю, этот герой, наверное, никогда не был суперсильным, но он был всегда суперсексуальным. Вы посмотрите, я не знаю, это скин используется? Нет, это вряд ли скин используется. Просто смотрите, какие у нее большие глаза. Вот, мы можем наблюдать на ее пупок. Реально, стоит в труселях и в лифоне только. Ладно, не суть. Она никогда не была сильной, но она была очень важной моментами. Вы спросите, почему стоит разброс? Я вам объясню. Когда она у меня появилась, я на нее поставил разброс. По идее, на этого героя не стоит ставить разброс. Ну, не стоило ставить разброс. Сейчас на этого героя ничего не стоит ставить. Просто взяли его, открыли, прокачали для того, чтобы получить очки судьбы. А так, по факту, вы, конечно, его использовать не будете. Но, почему разброс невыгодно ставить? Вообще, кто-нибудь ставит сейчас разброс? Вот, в принципе, и разброс сейчас вообще нафиг никому, на самом деле, не упал. Но когда-то это был актуальный талант. Собирались пачки по пять героев с разбросом. Там, по шесть героев, по четыре героя с разбросом. И тогда не было девятых разбросов. Вот, девятый разброс, что делает? Снимает 60% энергии у четырех героев противника. Снижает энергию. Слушай, интересно, ПДП. Почему у четырех героев? Не, может сейчас кто-то и разбросы ставит, я не знаю, но раньше же вроде у одного он снимал энергию. Именно у того, по кому, кого ты атакуешь. А сейчас у четырех героев противника. Интересно. Выходя, снимает 60% энергии у четырех героев противника. А, ну это, наверное, типа разброс улучшили. И теперь такая фигня. Слушай, я уже давным-давно, он снижает энергию противника. Вот, 90% при атаке одного противника. А тут, короче, когда на поле боя выходят, 60% энергии у четырех героев противника снимает. Слушай, интересная фигня. Я даже не знал, что разброс таким образом преобразился. Ну ладно, не суть. Невыгодно на нее было ставить разброс. Многие мне говорили, вот, типа лох, ошибся, а так нельзя. Почему невыгодно? Ну потому что, смотрите, у нее скорость атаки полторы тысячи. Это означает, что у нее удар происходит раз в полторы секунды. То есть скорость атаки у нее маленькая. Средняя скорость атаки по битве замков это 1 секунда и 2 десятые. Ну, а то, что уже ниже 1 секунды и 2 десяток, это уже, в принципе, выше среднего скорости атаки. Не суть. То есть, когда скорость атаки достаточно, скажем так, небольшая, то такие таланты как разброс на героя ставить невыгодно. Но было в то время такая вещь, как стратегия, тактика. И, о боже, сейчас, конечно, это трудно представить, но когда-то тактика и стратегия применялась к волнам. Сейчас вся тактика заключается в том, чтобы у тебя просто все здания не вынесли. А когда-то было время, когда мы там подбирали заборчики, не дай бог, ты в какое-то не то место колышек поставил или еще что-либо не так сделал. Там таблетку героя слишком близко куда-то поставил, еще что-то. И как бы это было с каждой волной, а не какой-нибудь, не знаю, там определенной. То есть, на каждую волну мы записывали видео, как это проходить, какую расстановку строить, каких героев брать, какие таланты ставить. Да, сейчас, возможно, это для каких-то последних волн актуально, но как бы это сравнивать одно и то же, что мизинец с писькой. Потому что, как бы, то, что сейчас, да, там какие-то, возможно, тактики для прохождения последних волн, я, вон, видите, а Джей не прошел, а Ака не прошел. А как бы не сравнить с тем, что было раньше, на каждой волне. Даже вот волна Джей, я помню, мучились, проходили, и как бы там было куча вариантов, как это все дело пройти. Не суть. В тот момент, когда у меня на аккаунте появился герой Гарпия, королева Гарпия, она же Курица, я проходил какую-то из волн, в которой выходил демон, то ли с отражением, то ли просто он был какой-то супер жесткий, если улетанет, то там снимал всех героев. И очень важно было собрать пачку на волнах с разбросом. То есть, реально, мы брали и ставили разбросы на героев. Это была тактика. И так как Гарпия дебафит, вот, и так как мне, в принципе, больше не на кого было ставить разброс, на нее был поставлен разброс. И, в принципе, данная героиня мне, конечно, помогла пройти какую-то определенную волну. Потом она еще где-то как-то использовалась, там, ПВП локации, не ПВП локации, но впоследствии мы потихонечку про нее, ребятушки, забыли. И давайте сегодня возьмем, вспомним, не знаю я, а слушай, давай, ну раз у нас такая пьянка, давай попробуем на максимум прокачать. Десятый разброс сделаем. Выходя на поле боя, снимает 100 энергии у четырех героев противника, снижая энергию противника на 100 при атаке. Слушай, ну это прикольно, как бы взять разброс десятый, там, на ком-нибудь на более актуальном герое потестить, как бы, слушай, ну это жестко, бац, вываливаешь на поле боя, все снимается. И еще 100 при атаке. Ну она как бы, понимаешь, давай я даже ей возьму какую-то, не знаю, давай священный огонь какой-то поставим, ну потому что она сейчас вообще жить не будет. Десятый священный огонь, снаряжение необузданная ярость, вы смотрите, я даже поставил, вот, чару, которая увеличивает атаку. Воу, 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 ребятушки. Слушай, давай, смотри, я вот так вот еще сделаю. Бац, вы посмотрите, она теперь прям жесткая, прям, прям жесткая. Теперь она, у нее 13 умение и 10 талант. О боже, чки. Прямо у меня немножечко привстал. Не знаю, как у вас, но у меня вот точно привстал. Как бы уже пора заканчивать видео, делаем сейчас невероятнейший тест. Как вы думаете, сколько секунд она продержится? Давайте вот, чтобы там, да нисколько. Я вот ее выкину, она сразу сдохнет. Да, ну то есть ее леса. Подожди, ну, как бы в рейдах, в рейдах уже все. В рейдах уже, до свидания, давай, я не знаю, отвлеку. Ну, то есть, как бы это все, даже, нет, ну, в принципе, конечно, ради интереса, ну, она, ее можно заставить каким-то образом стоять в современных реалиях хотя бы какое-то время, хотя бы несколько десятков секунд. Ну, только при том условии, что там ей поставишь, возьмешь, наролишь там созвездия уклонов, к примеру, поставишь какие-то современные таланты, поставишь какую-нибудь чару, там, не знаю, священный суд или пенек. Так, раскачать, just for fun, ее, конечно, можно, но так как я давно уже не до ночи, у меня особо возможности нету. А, слушай, посмотри, а у нее даже и уклон не собран. А, то есть, она для моего аккаунта потеряла актуальность еще до того момента, как вообще, в принципе, ребята, появились созвездия. Вы прикиньте, какой это старый герой? Да, соответственно, конечно же, она ничего не сможет сделать. То есть, она даже вот без созвездия, извините, у меня 244 самоцвета. Тоже, ну давай жестокая, давай посмотрим жестокая, она здесь вроде справится, не справится, давай. Без питомца, все честно. Так. Ну, как бы, знаешь, судьба, просвет сотый делает свое дело, плюс ее из фракции хилят. О, блин, я уже не знаю, вот я не помню, когда в последний раз я распушал этого героя и куда-то ее вообще вытаскивал. Если будут как-нибудь лишний ресурс, возьму ее как-нибудь, раскачаю. И посмотрим, она еще что-то из себя представлять будет. Ну, как бы, сари, юнитов потихонечку вырубает, там по 4 пера выпускает. Сколько, подожди, сколько там прилетело шапки? Держи, она даже урон какой-то наносит. Это 400 или 4 миллиона? Давай-ка еще ударит тут по кому-то. Какие цифры вообще? А если порочный пакт поставить? Ну? Ну, дзадик с мотыга, она, конечно, да. На, ее станет, видишь, ее станет. Я все не могу ловить, какой она урон наносит. Все куда-то мимо пролетает, она минусует там героев. Ты сюда, под дядьком, с мотыга и стреляй. А, 176 тысяч, я видел, она отняла. Ну, как бы, как бы такое. Ну, короче, я не знаю, не вижу смысла продолжать это видео. Конечно, можно там будет как-нибудь поугарать. О, награда. Можно будет как-нибудь поугарать. С какими-нибудь другими героями, может, достать их, посмотреть. Потому что, ну, вот, реально, это даже видео не сколько для вас, а сколько для меня. Потому что я уже не помню, когда доставал эту героиню. Она уже, скажем так, ну, давно не актуальна. То есть вы могли видеть, что даже она уже стала не актуальной. Даже когда в далекие времена добавили созвездие. Вот такие вот дела. Если досмотрели до конца, молодцы. Пишите в комментариях, какого героя вы еще хотели бы старого, не актуального увидеть в видосе. Может быть, я про него какие-то факты вспомню. Ну, вот, единственное, что про королеву Гарпий помнил. Вот, то, что я на нее поставил разброс. И, как бы, и почему я поставил разброс, и почему, типа, для повседневного использования разброс ей не подходил. Но я оставил талант точечно, точечно, под какие-то волны, там, где нужны были разбросы. Всем пожелаю огромнейшей удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok